здорово народ с вами снова космо и это очередная серия 35 миллиметров мы продолжаем и давайте вспомним мы остановились на том моменте как мы пришли дяди миша домой и мы с ним общались поговорили увеличались делали пазл там с ребенком и пошли легли спать в общем и давайте посмотрим что же будет дальше мы проснулись или это все еще сон может быть еще во сне и сейчас начнется какая жесть криперская все печаль спеши да да мне тоже не спится в кортке потому что но у меня то есть самое надо было раздеться как кортик спишь давно спросить хотел откуда шрам на лице заработал вон из тех самых кошмаров автокатастрофа родных потерял когда ты молод и полон сил кажется ничто тебя сломать не может и ты совершаешь глупости ну да семью погубил лихач и мы снова вырубаемся с таким мыслями засыпаем что наверно закошмарить нас ой нам приснится сейчас наша прошлая жизнь мы курили еще тогда видите пили жили в однокомнатной хрущевке так у нас телефон номера давайте смотри что у нас тут у нас есть маша или мама аня нам надо позвонить но куда будем звонить подсказка есть а е д не нененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененен 4 0 8 Аня, отвечай Это, наверное, наша жена Привет Привет Алло, Анюта Привет Да, да Как светик там Отлично Аня, у меня командировка планируется Может, я заняду на неделю Хорошо Хорошо, буду ждать Давай, пока Это в разводе Я позвонил жене И спросил, как дочка Сразу Все по полочкам расставил О, неожиданный звонок Давай, Петрович, отвечать на звонок Да Ого Ты-ты-ты, надо просыпаться Просыпаться Эти мужики пришли О, ты пожалеешь о том, что Ты пожалеешь о том, что Ты меня во сне не убил, чувак Даже приклада каменя Не пугает Я, наверное, и патрон делаю Скотина Ну, ничего А, голова трещит Так, надо вставать Давай-давай-давай-давай-давай Давай, мужик Во-во-во-во Давай об эту фигнюшку Сейчас порезем веревку Давай-давай-давай Ну Да-да-да-да Сейчас мы устроим здесь Вам, Рэмбо Кстати Где Сема? Давай-давай У нас есть силы Ползем дальше двигай булками петрович нам терять то нечего прыгай давай 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 миленький сейчас от табуретки ножку оторвем порожено даем им всем блин как же все тело болит нужно выбираться наследили скоты тут надеюсь мишу не тронулись его пацаном то это будет очень херово наследили блин дядь миша ты где а скотина блин как я испугался мишу не трогай мишу не трогай всем ты где стой 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 не стреляй мишу не трогай пошел штук 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 а это это вот это он пансионат мне приходилось бывать здесь многое тут скрыто от глаз обывателя подожди интересная вещь пройдем через корпуса чтобы не маячить на улице революцию путин превращает революцию когда эпидемия достигла пика больных некуда было девать пришлось переоборудовать ну вот он что-то сказал я проглядел ну вы наверно успели прочесть а почему все мой фонарик на лбу а у меня на этом где-то там пониже нечестно ну ладно пошли дальше так я коцнут и да я коцнут и надо поесть немного я думаю аптечку тратить не стоит а все ну надо было мне теперь мне надо было вперед идти подожди это это все он взорвался или я это я взорвался кажется ну какой я дура да вот здесь был взрыв я не заметил наверно не задело я быстро пробежался так письмецом 28 октября нас привезли в бор выискивали видимо через картотеку медкафедры выдали форму средства защиты и четкие указания не было сказали что больным нужен тщательный уход тогда здесь было всего несколько десятков в основном интеллигенты да толстосумы через неделю сюда навезли целую толпу тогда мы уже не знали куда складывать трупы все залы и номера заполнены больными стараемся поддерживать их но люди мрут как мухи слава богу у меня кажется невосприимчивость к вирусу но проблема в том что с территории нас никуда не выпускают зон тщательно охраняет но больше всего охраны у входа в третий корпус туда периодически запуск запускают группы людей серьезных и молчаливых их привозят на броневиках сопровождают в корпус и больше мы их не видим будто сквозь землю проваливаются ну вот видишь как в третьем корпусе что-то творится нам бы фотоаппарат найти покруче а то у нас что-то совсем древнее а здесь рисунки чьи-то это я не знаю это какие-то люди на разработчиков они не похожи я не знаю на кого они похожи зачем я листаю этот альбом давайте еще раз посмотрим только а все больше нельзя интересные люди это наверное те люди которых увозили куда-то в третий корпус то есть ну что ж пойдем в третий корпус да обязательно пойдем в третий корпус но здесь лутать я так полагаю нечего я не хожу по трупам вам это кажется и опять эти баночки с чем-то есть панцирь и о е что надо делать так мы должны найти код мы должны найти код ищем код на стенах его нету здесь его быть не может яблоки не дадут нам кода пароль пароль так что у нас тут чувак или чубака с противогазом нам нужен пароль его надо найти где-то ищем пароль короче вот письмецом и опять еще один симпатичный мужчина привезли сюда 3 дня назад страшно повсюду жуткий гнилостный запах видимо в этих стенах уже немало душ покинуло наш грешный мир стараюсь сохранять оптимизм но улучшений пока не наблюдается тяжело думать о смерти сложно представить что в какой-то момент ты перестанешь ощущать видеть сны мысли ведь мы всегда были способны к этому мир существует для нас только благодаря возможности его ощущать ну да если бы не ощущали мир то его наверное бы не существовало интересно в такие моменты помогает только вера во что-то высшее вера в то что после этой жизни следует какая-то другая хотя атеистам быть тяжело ибо поверить в такое не просто что ж как помрем там и посмотрим ну да да интересно мысли с чуваком ну ладно пошли искать дальше нам нужен код код наверное все таки в той комнате и природически какое искусство какое-то арт нью третий корпус здесь больше никаких цифр нету здесь у нас есть бла-бла-бла-бла-бла-бла подсказок нету только есть третий корпус единственная циферка у нас ничего не открывается дело не открывается батарейки нашли а ну подпишем батарейки да он светит ярче здесь ничего нету это не открывается надо попробовать снова с этой книжки да она больше не активна нужен код нужен код мне кажется да мне кажется определенно где искать код о номер тут написано 36 44 15 нет 56 44 16 кажется 36 44 15 не такое не может быть это там не такой код надо код поискать посмотрим вот здесь дверь так все я больше не лохануюсь двух разов было достаточно о белый аккумулятор я знал что аккумулятор бро но да баллон бро нет не бро открываем ящики не открываются ящики огнетушитель тоже не бро еще такое москва одинцово них него короче так мне кажется я не найду здесь пароля пойдем чуть дальше по сюжету может чем день встретить полутаем походим глобус прикольно можно крутануть его конечно можно я бы наверное долго ругался на разработчиков если бы нельзя было покрутить голос до мир начал сходить с ума еще до всех этих событий если подобное считается искусством а полностью согласен чего чертовая бумага марателли которые прикрывали свое неумение рисовать глубокими идеями смогли неплохо заработать точняк я тоже считаю что всякие квадраты малевича это идиотизм просто способ заработать себе денег или славы абсурд ваш малевич господа сколько трупов ну-ка водорейки а я вышел на улицу в другом месте кстати ну-ка это отсюда и зашли вроде бы нам нам очень очень нужен пароль которые я не знаю где нам искать хотя можно нужно не очень но очень интересно что в том сейфе пошли короче по сюжетке хотя нет вот еще попробуем открыть вот эту дверь отлично и вот этот вроде бы не нету заражен он знаком ковер ну почему же почему я же посмотрел вниз то господи боже мой слыхал да ты мне говорил совсем недавно но я ничего не слышал я пошел вон путина фотографировать кстати можно прочесть что он там расскажет давай разговори рассказывать чтобы я зачитал ее можно обезвредить как то когда эпидемия достигла пика больных некуда было девать пришлось переоборудовать некоторые сооружения под больницей это же произошло в поле на то что произошло в поле в этом месте наверно у нас дела хреново еды мало и аптечек мало и аптечек мало и аптечек мало и аптечек эээк и аптекек ампетит Я так понимаю, где эти мины, ловушки стоят, там просто пробегать надо, чтобы тебя не задело, ой, ребенок совсем, чтобы тебя взрыв не задел, надо просто бежать дальше, а то обезразить их никак не получается. Так, где мы были, здесь мы были, здесь мы были, пошли наверх, пробежимся там, еще раз, ну, чтобы лут какой-то взял. Я не помню уже, где еще здесь лежит, а ну вот. Да, надо знать кое-то по-другому, если не открыть этот фильм. Опа-па-па-па-па, а вот этого я раньше не видел. почему-то, они же не открывались. Это что ж, я сейчас должен все это бегать? А, побегать? Ну, что ж ты будешь делать, а? А, вот это не открывается. А, ну да, мы же аккумулятор должны взять, он ему обязательно понадобится. так, все, а здесь больше ничего никто, а вот еще ящик. Я думаю, зашли посередине, сейчас пойдем, ну, налево, вот оно где. Перепрыгнули, круто. В этом есть смысл какой-нибудь? Я не вижу в этом смысла. Это тоже не может быть паролем, потому что еле-еле видно, и если вообще скинуть настройки, то вообще не будет видно. так что. Это письмо 28 октября нас привезли в Порву, выискивали бла-бла-бла. Всего несколько десятков основного интеллигента, номера заполнены не больными, стараемся, да? Третий Порвус. Никаких намеков нет, больше таких цифр нет. Компус получается, что ли? Ладно, варим отсюда. Пошли в правую комнату. А, ну, все, все обошли, ничего не нашли. Ладно, пошли. Обязательно нажал, что ли? Пошли. Я пойду в третий корпус, я намерен пойти в третий корпус. Кто не со мной, тот дурак. Все, мы двигаем булками. О, интересная, интересная картинка, надо ее зафоткать, задокументировать. О, нет. О, нет. Все, ты еще наверх, наверх, да, наверх поднялся. Пошли за Семой, все равно нам от него не избавиться. Ну, в смысле, это он нас ведет по игре. Выключи фонарик, идиотный. Давай быстро под залп, пока не насыкли. Ай, скорее. Фонарик бы выключил лучше. Как удачно арматура нашлась. Спасибо. Чё, да, кач? Согласен. Ну, сдаваться не будем, наверное. Как там в таких ситуациях крутые чуваки действуют? Ты прям так знаешь, что все двери закрыты. Откуда ты взял? Попробуй. Твою мать, они сюда ломятся, надо валить. Чувак, я ключи какие-то нашел. Может, попросту и так мы соградим время и доберемся до города почти. В подземельях никого нет, поскольку мало кто знает об этих выходах. Все, 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 поехали. Нужно только оживить этот ключ. Ну, аккумулятор взяли, помните? Где-то должен быть автономный источник питания. Все, будет сделано. Мы использовали ключи, наверное. Где-то должен быть автономный источник питания. Я его нашел уже. Отлично. А если бы я не взял аккумулятор? Все, поехали в подвалы. Эй, друзья. Вам подержать лифт или нет? Эй, вы что? Давайте без фейерверков тут. Быстро. О-о-о. Вот это жахнуло. Дверь выдержала, молодец. Так, я думаю, лифт этот уже не поедет никуда, и это нам на руку. Я хромаю на обе ноги. Мало не было. Мы взяли и питания отрубили, чтобы эти спуститься не смогли. Ты давай дальше вали, я тебя догоню. Это ты, типа... Там тоннель будет. Иди направо. Найдешь до развилки, уходи в левый перегон. Если вдруг свет увидишь, очертив фонарем круг. Если так же ответь, это я. Если нет, лучше ведись. Так, сначала направо, потом налево. Надо фонариком очертить круг. Да. Ну что ж, пошли сначала направо. Так, надо зарядить. Сначала направо. Идем, 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 идем. Чё? Чё за... Помутнение... Так, пошли направо. Это метро, да? Я в щита саки наступил. Ой, там стрельба, ну всё. Чё ты подставляешь сюда? Так, это я чисто из глутания, да, сюда зашёл? Это... Какая-то техническая станция. Это чё за окуляры? Ночное видение, может? Не похоже. Фотка. Это... Это тут... Тоннель с какими-то генераторами, с какими-то моторами, не ясно. Тоже нам не надо... Тут есть что-то... События и факты. Что дальше? Это 1 августа 2014 года пятница. Что дальше? В стране объявлено чрезвычайное положение. По последним заявлениям официальных структур, смертность от новой ранее неизученной лихорадки составила уже порядка 40% населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах. С прошлой недели информации от властей не поступало. В народе поговаривают о том, что высшие чины уже давно эвакуировались вместе со своими семьями в более отдаленные от очагов заражения зоны. В связи со сложившейся ситуацией контроль за порядком в городах слабеет. Акты вандализма, грабежей и убийств восросли в несколько десятков раз. А акции протеста и демонстрации только провоцируют распространение инфекции. Вот так вот. В общем, вот такие вот новости мы включили, которые абсолютно нас не порадовали. Дверь закрыта. Короче, на развилке нам надо налево. Главное не забывать. Консервы сейчас очень даже кстати, но они вскрыты. Да, наверное, было бы очень стрёмно и страшно, и пипец как страшно в метро по тоннелям ходить одному, полагаясь лишь на фонарик. И пистолет с парами патронов. Что за кандалы? Опять окуляры те же. Ой, блин. Да. Я даже радуюсь, когда двери заперты, потому что приходится опять ходить и лутать много. А мне это совсем не нужно. Чем меньше мы теряем время, тем лучше. Да откуда я знаю пароли все эти годы? Вы хоть какой-то намёк давайте, что ли? Помятка. Внимание. Всем сотрудникам объекта, попадая на территорию, сдавайте незарегистрированные личные вещи в шкафчик. В шкафчике хранения. Покидая комплекс, не забывайте сдавать ключи и отмечаться в журнале контроля. Проносить с собой на территорию средства фото и видеосъёмки, в том числе мобильный телефон, запрещено. Распитие спиртных напитков на территории объекта запрещено. При аварийной ситуации строго выполнять указания руководителя, не создавая паники. При обнаружении подозрительных объектов или субъектов незамедлительно сообщить коменданту. Есть товарищ начальник, сразу сообщил, если что. Но я ничего запрещенного пока не вижу. Не считаем мой фотоаппарат, мой пистолет и меня самого. А, ну это у меня уже есть. Ммм, это что это тут? Олд... Чё то? А почему я не могу взять? Отдайте, это моя бутылка. Зачем я это сломал, если не могу взять бутылку? А, мы можем взаимодействовать с объектом, правильно? Может сюда надо притащить какую-нибудь коробку? Помните, к нам чемодан какой-то прилипал всё время? В самом первом домике. Ну, надо было бы с собой взять всю игру таскать. А тут, как видите, стройка, это скорее всего дорога, да, строят дорогу. Или строят метро, наверное, да. Скорее всего это метро, стройка метро. Прикольная фотка. Историческая такая, интересная. Стул. Можно взять стул? Да, стул можно взять. Пошли. Заберём виски. Я понял, как это? Виски или бухло какое-то крутое. О! О-о-о-о! Мы хотели бухнуть, а нашли пароль. Дима, не дали... Дима, не дали больничный... Мне дали больничный на неделю, так что в ближайшее время отдуваться тебе придётся. Одному, понимаю, на 5 дней работы это нелегко, но ничего не поделаешь, не забывай. Следи за показателями, проверяй рубильники. Перед Степанычем особо не светись. Чуть не забыл, отвези в кладовку баллон из 18-го отсека. Я его заправил. На всякий случай оставлю код от двери, если вдруг забудешь опять. Удачи, 1565. А бухло... Ну мы с забухом пришли. Отличные новости, у нас есть пароль. Это что такое было? Я не знаю, что это такое было. Это было не батарейка, это была, наверное, обтечка. Нет. 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 Спички. Такое. Что это такое? Твою мать. Я пошел отсюда. А то какие-то звуки, музыка какая-то. Настораживающее. И я туда тоже не поеду, там решетки. Страшновато. Где эта дверь была-то? Чуть дальше. 1565. 1565. 1565. 1565. 1665. 1665. 665. 15,56 Че, нет что ли? Да вроде бы 15,60, 5 Дебильная дверь какая-то Не сразу поняла с кем умеет дело Чертить круг если что Кто там Туда не пускает О Больше Атмосфера, обстановка так напрягает Давай, 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 черти круг Черти круг Черти круг Ну, только не стреляй на нас О, нет, надо валить Надо валить Блин Блин В следующий раз уже Через некоторое время Наверное Сегодня Вечером Или завтра Может быть Я продолжу Потом Это так напрягает Я реально устал Это очень атмосферно Это постоянно Такое напряжение И не дает выдохнуть Это после Убийца дяди Миши Короче, тут творится что-то Очень-очень Хреновое Короче Напрягающее Ну, что ж До новых встреч Уважаемые До следующей серии Как сказать Нашего прохождения Подписывайтесь Ставьте лайки Ставьте лайки Телитесь И Ждем Следующей серии Всем пока